Субтитры создавал DimaTorzok 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 После этого взрыва заходят родственники, соседи и сообщают, что там взорвана машина. Вроде бы и подозрение, что эта машина выехала отсюда, то есть там находятся мои родители. Я быстро, у нас легковая машина водуистая, быстро собрался, даже не собрался, в чем было. Вылетел я, мой двоюродный брат, дядя мой родной, и мы выехали вот сюда. Это произошло недалеко, метров 300 отсюда, прямо в селе. Нашел тяжело раненую свою мать, отец был завален вместе с солдатами. Все было оцеплено, никого не подпускали, но мы как бы волями, просьбами подошли туда. Мать быстро отъезжала в больницу, я с матерью уехал в больницу. Мой родной дядя, родственники вытащили моего отца. Оказалось, что там был заложен фугас самими федералами. Почему я делаю такой вывод? Потому что мне до сих пор не разрешают посмотреть на дело моих, как говорится, дело, которое ведет Шалинская прокуратура, дело моих родителей. У меня записан номер этого дела, все. Короче, после 16 апреля я веду следствие по кончине моих родителей. Частное следствие. Я свое личное, частное следствие. Больше никто палец о палец по этому делу не ударяет. Ни Шалинская прокуратура, в которую надо ехать и в течение двух часов добиваться аудиенции. Никто другой, куда я не обращался, ни к Коломану, во все инстанции обращался, никто, как говорится, глухая стена. Никому нет дела до этого. А ваша мать, она не на месте скончалась? Мать скончалась на четвертый день. Она была тяжело ранена, стопроцентный ожог всего тела, пробиты оба глаза, тяжело ранены ноги и в двух местах был пробит череп. На четвертый день она скончалась, на пятый день я похоронил. Между смертью моего отца и моей матери прошло ровно пять дней. Вот такой случай был 16 апреля. Я в течение 10 минут, как говорится, потерял самое близкое, что у меня было, отца и мать. Значит, дело все же уголовное заведено по этому поводу, но не продвигается, да? Уголовное дело заведено, но как его завели, так оно и стоит. Больше ничего нет. И вас тоже не осведомляют? Никого. Ни нас, ни моих братьев. Я говорю, глухая стена. А кто ведет это дело? Шалинская прокуратура. Вы знаете фамилии, кого у нас прокурора, следователя? Владимир Владимирович, прокурор Шалинского района, фамилия Забрамитов, ведущий следствие Хамидов, старший следователь Шалинской прокуратуры Хамидов Шамхан. Вот эти двоих я знаю, с кем я, как говорится, общался, вел тяжбу, борьбу, с кем я, как говорится, и сейчас веду эту тяжбу. Последний раз, когда я обратился в Шалинскую прокуратуру, мне сказали, что следствие, это дело забрало ФСБ, так как это террористический акт. Я сказал, мне нужны данные профессиональной экспертизы, то есть не трупов, а что было забрало, как было забрало, глубина заложения, ну и так далее, чтобы вот эти данные мне дали. Я до сих пор не могу получить свидетельство о смерти своего отца, так как у нас по чеченским канонам, законам, я отца взял, и, как говорится, был он сразу похоронен на мать, а свидетельство о смерти получил. Мне дали какую-то справку за подписью этого старшего следователя прокуратуры. Я могу сейчас показать все, что осталось от паспорта моего отца. Покажите, пожалуйста, и желать мне фотографии при жизни. Одну минутку. Паспорта моего отца. Вот он, паспорт. Селение Новое, Таги, годы рождения. Вот он, он до смерти. Вот моя мать. В красном халате, который буквально месяц до смерти я их... Мама у меня была тяжелобольная, инфаркт сердца был. Вылечил. Вот эти вот все справки. Это отец, да, при жизни? Это отец при жизни. Месяц до смерти. Вот справка, которую мне дали Шалинская прокуратура. Единственный документ. Но по этому документу мне ничего не дают, не разрешают. Это говорит, как говорится, памятная справка. А должна быть вот такая вот фирменная справка. Вот по этой справке вот, которая идет, вот видите, много штампов, подписей и так далее. С этой справки мне теперь нужно как бы другую справку делать. Вот такую борьбу я веду с этими. Ой, 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 ой. Ох, ой. Ох, ой. Ох, ой. Ох. Продолжение следует...